Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим последнюю позицию этюдного типа, которую я составил во время отпуска в августе 2019 года. Напомню, что в предыдущих двух видео на эту тему мы с вами рассмотрели три позиции этюдного типа, которые были составлены мною. Ссылки на эти видео вы сможете найти в описании под данным видеороликом. Но сегодня мы с вами посмотрим последнюю и четвертую позицию на эту тему. Как и в предыдущих трех позициях, мы на доске наблюдаем материальное соотношение слон и конь против проходных пешек. Задание этого этюда белые начинают и выигрывают. Сразу скажу, что этюд не простой, его можно назвать аналитическим, хотя вступительная игра достаточно стройная и логичная. Этюд проверен с помощью компьютера, а также таблиц налимого. Для тех, кто имеет свободное время и хочет порешать эту позицию и дойти до всего самому, я, конечно, рекомендую поставить видео на паузу и заняться решением этой позиции. Ну а для тех, кто не хочет решать ее, сразу хочет увидеть все красоты, ну а также для тех, кто сумел уже ее решить или думает, что ее решил, мы с вами начинаем раскручивать эту позицию. Итак, главной проблемой белых является проходная пешка g. Она за два хода до поля превращения составляет грозную силу, ну и, конечно, ее нужно тормозить конем. Поэтому первый ход конь g5 напрашивается. Черные в этой позиции играют g2. В принципе, при других ходах, таких как король e3, король e2, белые также побеждают похожим способом, который я сейчас продемонстрирую. И здесь перед белыми становится конкретная проблема. Что же делать? Если пойти конь f3, дать шаг, то черные сразу делают ничью, подходят с темпом к коню, ну и дальше, как вы понимаете, так как слон коню помочь не может, здесь получается ничья. Поэтому коня нужно поставить подальше от короля соперника, тормозя пешку, конь h3. Хотя доктор Тараш говорил, что конь на краю доски стоит плохо, но все же, если он выполняет конкретные функции, то так ходить, конечно же, можно. Что делать черным? Если они попытаются подойти к коню с помощью хода король e3, то они сразу проиграют слон d1. Белые легкие фигуры демонстрируют барьер на пути короля черных. Если пойти король d2, то слон f3, пешка g теряется, ну а с пешкой a легко справится белый король. Здесь мы видим первый из множества причудливых барьеров, которые случатся у нас с вами при решении этой позиции. Вообще нужно сказать, что барьер это главный стратегический прием, которым белые пользуются в этом этюде. И мы с вами увидим еще немало таких положений. Итак, здесь на ход конь h3 черным нельзя ходить король e3, нужно ходить король e2. С идеей король f3, король g3, прогнать коня на h2 и g1 ферзь. Поэтому белым фигурам ферзьевого фланга нужно как-то взаимодействовать. Король d4, верное решение, открывая диагональ для слона. И если тут пойти король f1 с идеей g1 ферзь, то следует слон c4. Но здесь тот же барьер. На король c5 мы видим, что черные никак не могут помочь своей пешке g, ну а пешка a снова падает под ударом короля белых. Поэтому у черных один путь, король f3 и слон e6. Белые заранее защищают коня, тем самым после король g3, который является в этой позиции решающей ошибкой. Белые сразу же получают легко выигранную позицию путем король e3. Дело в том, что на король h2 белый король успевает занять поле f2 и контролирует поле g1 на пару с конем, который защищен слоном. Дальше белые могут сыграть конь g1. Пешка a далеко не убежит. Постепенно белые эту позицию выигрывают. Но если на король e3 пойти a5, то просто конь g1. И дальше снова король f2. a4, белые могут выиграть, например, таким образом. Слон d5, a3, слон бьет g2. Ну и поставить вот такой мат. Поэтому черным здесь нельзя ходить король g3 до тех пор, пока белые имеют возможность пойти король e3 и конь на h3 защищен слоном. Поэтому единственный план это на движение пешки a. И вот здесь как раз раскрывается одна из главных идей данного этюда. Кажется, что черные легко делают ничью, потому что слон будет отвлечен пешкой a, либо же королю нужно отойти, и тогда на поле f2 прибыть он не сможет. Но у белых есть четкий план усиления позиции. Король d3. Таким образом, белый король стремится на исходную позицию, которую он занимал в самом начале партии. a4. Играют здесь черные. Король d2, a3 и король e1. Поле f2 сейчас взято под контроль. Что же делать черным? Если сыграть король g3, то конь g1. Ясно, что пешка g легко тормозится конем и королем белых, но а с пешкой a справляется слон белых. Постепенно фигуры здесь побеждают пешки. Поэтому черным в данной позиции нужно играть король e3. Их последняя надежда сделать позиционную ничью, барражируя королем по третьей горизонтали по полям d3, e3 и f3. Эта ничья кажется вполне реальной и нужно сказать, что я не имея компьютера, он здесь затруднялся ответить на ничью этот этюд, либо на выигрыш. Но впоследствии компьютер продемонстрировал как раз правильный план реализации перевеса в этой позиции. Причем этот план довольно поучителен. Главная идея белых взять под контроль поля d3 и f3 своими легкими фигурами и создать позицию цукцванга. Лучше всего здесь сделать ход слон a2, это кратчайший путь к победе. И здесь, как в сказке, у черного короля два пути налево, а также направо. Давайте разберем сначала ход король f3, он проигрывает быстрее. Конь g1, король e3 и слон b1. Искомый цукцванг теперь на третьей горизонтали у черного короля нет ни одного поля и он вынужден уступить. Король d4 и белые, конечно, сразу же играют король d2. Король c4, слон a2, не давая занять пункт b3. Король d4 и здесь конь f3, король e2, эта позиция выиграна. Дело в том, что пешку g можно беспрепятственно забрать. Король f4, король f2, король e4 и смело берем король d3. Черные хотят, конечно, достичь поля b2, вытеснить слона и поставить на поле a2 свою пешку, но их мечтам не суждено сбыться по причине все того же барьера. Причем конструкция довольно интересная. Конь e5, король c2, конь c4. Посмотрите, какая красота. Белый король постепенно подходит к ферзевому флангу, забирает пешку a3. Заметим, что, например, на ход король c3 вот в этой позиции нужно как раз ходить королем, потому что поспешность конь бьет a3 приводит к ничьей после двойного удара. Поэтому в данной позиции черным нужно играть король d3, надеясь проникнуть на поле c2, но король d1 играет здесь белый. Если повторить позицию сыграть король e3, то слон b1, пользуясь тем, что поле f2 отнято конем. На король f3 король e1 и дальше на король e3 последует конь g1, все тот же цукцванг. Поэтому на король d1 черным нужно играть король c3 с идеей король b2, но король c1, что же делать дальше? Если вернуться, то уже решает вилка. Ну а если пойти на четвертую линию, то дело сводится к уже рассмотренной ранее позиции. Король d2, король e4, конь g1, не пуская на f3, далее конь f3 и король e2, уничтожаем пешку g2. Таким образом, исходная позиция была выиграна. Вступительная игра достаточно стройная, интересная. Взаимные планы усиления позиции довольно любопытны. Ну а конечное положение оказалось все-таки выиграно. Причем план выигрыша здесь единственный. Компьютер, конечно же, пишет различные планы победы после ключевого хода слон a2. Правда, компьютер имеет в виду один и тот же план, только с перестановкой ходов. Надеюсь, что данная позиция оказалась для вас интересной, решение полезным. Ну а я думаю, что некоторые из любителей шахмат сумели самостоятельно решить эту позицию. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сумели ли вы хотя бы частично решить это интересное положение. Ну а я буду заканчивать. Благодарю вас за внимание к моему этюдному творчеству. Думаю, в следующем отпуске, когда на канале уже будет более 100 тысяч подписчиков, я еще раз вас порадую некоторыми этюдными позициями. Кто знает, а может быть в течение этого сумасшедшего учебного года, так всегда бывает, очень мало времени, очень много дел, выпадет свободная минутка и я посижу в тишине за шахматами и сумею составить какую-нибудь этюдную композицию, либо задачу. В общем, все это зависит, конечно же, от вдохновения. Еще раз благодарю вас за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Спасибо, до свидания.